Всем привет! С вами Эрика Авакова. Вы слушаете подкаст интернетизмы. Не секрет, что технологии не стоят на месте, и параллельно с их развитием расширяется и наш словарный запас. Каждый вторник я рассказываю вам о мудреных словечках, попавших в русский язык с бескрайних просторов интернета. Сегодня мы поговорим с вами о слове сэдфишинг. Примечательно, что это слово в начале 2019 года придумала писательница и журналистка Ребекка Рейд. Сэдфишинг от английских слов сэд, грустный, и фишинг, рыбалка или ловля рыбы. Так Ребекка Рейд называла грустные посты, которые люди выкладывают в соцсети в надежде привлечь к себе внимание, получить поддержку, лайки или комментарии. Например, пользователь соцсетей может написать пост о своей проблеме, выложить фото или снять видео, как грустит или плачет. Ну а теперь давайте рассмотрим пример употребления данного слова. Он взят с сайта ideanomics.ru из статьи сэдфишинг «Что это и кто этим занимается». В статье мы читаем «Когда недавно Кендал Дженнер поделилась в инстаграм серией эмоциональных постов о своем опыте борьбы с прыщами, многие читатели сразу же обвинили 24-летнюю модель в сэдфишинге». Конец цитаты. Ну что ж, надеюсь, что информация о данном слове была интересной и полезной. А сегодняшний выпуск подкаста «Интернетизма» подошел к концу. Спасибо, что прослушали его до конца. Если вам все понравилось, помогайте мне развиваться, ставьте лайки, делитесь выпусками с друзьями, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, конечно же, следите за новыми выпусками. Ну а я, Эрика Авакова, с вами прощаюсь. До следующего вторника. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!